Слово 34. Все знают, что люди смертны, что смерть приходит не только за старыми, и взяв кого-то, она никогда не возвращает его. Казах верит в это поневоле, а не потому, что доходит до этой истины путем глубокого размышления. Казахи твердят, что верят тому, что есть Бог, который спросит после смерти за все, за добро отплатят добром и накажут за зло, что наказание и награда его отличаются от мирских, и воздаяние его бесконечно щедры, а кара неизмеримо жестока. А мне не верится в их слова, потому что они не веруют искренне и осознанно. Поверя не в это, творили бы добро соответственно своей вере и не знали бы печали. Разве можно убедить их в чем-то другом, когда даже в эти истины они веруют смутно? Каким путем исправить их? Можно ли назвать их истинными мусульманами? Тот, кто хочет избежать мучений на этом и на том свете, должен помнить. Не бывает в душе одновременно двух радостей, двух страстей, двух противоречий, двух горестей. Это невозможно. Тот, для кого земные радости и земные печали выше заботы и радости потустороннего мира, не мусульманин. Насколько казах мусульманин, суете теперь сами. Если бы встретились ему две вещи, одна из которых предназначена для потусторонней жизни, а вторая для земной, и предстояло бы ему выбрать что-то одно, казах не упустил бы случая выбрать вторую, полагая, что приобретет первую в другой раз. А если не будет случая, Аллах великодушно простит его за выбор. Перед судом смерти этот человек будет клясться, что не променял благо потустороннего мира на земные радости. Как ему верить после этого? Человек человеку друг, потому что все в жизни – рождение, воспитание, чувство сытости, голода, печали, горя, форма человеческого тела, путь, которым являешься на свет и которым уходишь из него – все у всех одинаково. И в другом мире – смерть, погребение, тление, допрос на страшном суде – все общее. Как знать, проживешь ты еще пять дней или нет? Все люди гостят друг у друга. Сам человек – гость в этой жизни. Так стоит ли злословить, враждовать из-за богатства, завидовать чужому счастью, коситься друг на друга из-за пустяков? Преклоняться не перед Богом, а перед человеком. Молить не о благословении своего труда, а о том, чтобы добро для тебя было отнято у других. Разве с подобной просьбой следует обращаться к Аллаху? Разве Создатель может ради одного унижать и обездоливать другого? Не имея ни здравого ума, ни образования, не умея связать двух слов, упрямо настаивать на своем, тягаться с мудрыми – разве это достойно звания человека? Продолжение следует...